Как вам такая идея, то что сообщают украинские спецслужбы, что возможно внутри российских политических элит уже формируется какая-то оппозиция к Путину? Возможно ли это? И если это возможно, на что будет готова такая оппозиция? Ну, конечно, какие-то, наверное, оппозиционные настроения, недовольства среди российских элит есть. И среди разных категорий российских элит там в разной степени они выражены. Я думаю, что, конечно, больше всего недовольные, больше всего возмущенные. Это крупный бизнес, олигархи. По ним потому, что это все ударило, этот кризис ударил и война в большей степени, чем ударил по другим. Силовики, конечно, они более, во-первых, они более привыкли подчиняться безропотно своему начальству, как принято в силовой структуре. Во-вторых, даже по общим мировоззрению, по общим взглядам на жизнь, да, конечно, это все войны, агрессия, экспансия. Это все мило их сердца. Тем более, я думаю, что конкретно Шойгу, он надеялся, дурачок, что победоносная война в Украине сделает его, вообще как бы, может быть, самым популярным в России человеком со временем, да, и преемником Путина. Но, как мы видим, он облажался там по полной программе, и сейчас он уже не такой веселый на этих всех совещаниях и довольный. Вот. Что касается Бортникова, я сомневаюсь, что он может стать каким-то центром сопротивления или против Путина, активности против Путина в элите. Бортников такой довольно типичный спецслужбист, такой служака, в общем-то, подчиненная персона, и я не думаю, что он на что-то способен. Если, кстати, кто-то и может сыграть самостоятельную роль, это скорее Патрушев, потому что Патрушев, во-первых, он все-таки секретарь совбеза, то есть он фактически первый среди силовиков, первый среди равных. И здесь он, и авторитет у них тоже довольно высок в этих структурах, как бывшего начальника того же Путина, да, и Бортникова. Так что у Патрушева, конечно, больше, мне кажется, есть возможностей. Но способны ли они на что-то, способны ли они на какие-то поступки, я в этом очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, они все трусливые и жалкие люди, да, сброд тонкашеих вождей, как Мандельштейн писал. Он играет услугами полулюдей. Вот эти полулюди, мы их сейчас видим, у них даже и вид такой абсолютно опущенных каких-то полулюдей. Они, я думаю, ни на что не способны. Но они же деньги теряют, очень много денег, или ничего они не теряют? Ну, олигархи, конечно, больше теряют, потому что, во-первых, у этих, у силовики давно уже, ну, по крайней мере, свой личный бизнес за границей не ведут, потому что они боятся санкций, боятся давно уже, с 2014 года, боятся, что их активы найдут спецслужбы западные. Недаром у этих ФСБшников и у крупных, да, у них периодически находят в домах, ну, вы слышали, да, эти все истории у ментов, у ФСБшников, у прокурорских, миллионы и миллионы, там, даже десятки, если не сотни миллионов долларов, просто в коробках исподобуют. То есть, они просто боятся их, видим, куда-то выводить и далеко отпускать от себя. Кроме этого, у них очень налажено все в России, быт, что называется. У них везде здесь огромные дома в России, поместья, значит, ну, челядь там и так далее, и так далее. Дворцы, конечно, им жалко, я думаю, что они не могут ездить за границу. Я еще вот на что надеюсь, что в этом направлении только сделаны первые шаги. Начнут санкционировать за, вот это будет удар, их родственников, коммерческих партнеров, неформальных. Вот тогда это будет действительно сильнее. Детей, первые шаги сделаны в этом направлении, вот Пескова всю семейку под санкции подвели. Но пока этого недостаточно, нужно до всех добраться. То есть, я правильно вас поняла, что пока что у них нет причин для того, чтобы делать какой-то переворот, и в ближайшем будущем переворот не предвидится? Ну, что значит, нет причин. Я думаю, что некоторые из них понимают, что Путин завел страну в тупик, и конкретный их режим завел в тупик, и что им сломают шею в Украине, и сломают шею в этом противостоянии с Западом. И это для них, естественно, перспективы очень печальные, потому что это, значит, конец всех их планов на будущее, в том числе на будущее их детей. У них там все дети тоже делают карьеру, бизнес-карьеру. Понимаете? То есть, это все... Они, конечно, не хотят жить в Северной Корее, тем более не хотят в подсуд ГАГа. Но, как я уже сказал, при том, что они понимают, скорее всего, многие из них, по крайней мере, что все катится в тар-тарары, остановить они это тоже не могут и боятся. Это я бы такой образ сделал. Это, представляете, банда захватила банк, и вокруг она окружена полицией. Что остается делать бандитам? Они понимают, что если они попытаются сбежать из этого банка, полиция их застрелит. А если они попытаются что-то рыпаться на своего пахана, то тогда застрелят их и этот пахан. Вот что-то в этом роде. То есть, они как бы между двух огней, и в результате... Что делает эта банда? Она просто, значит, тупо ждет развития событий, ждет финала своего, или надеется на какое-то чудо, на какую-то удачу. Мне тоже кажется, что они уже по инерции как-то существуют. По инерции бомбят, по инерции подчиняются своему пахану, который абсолютный безумец, который совершенно очевидно ведет страну в пропасть. И главное, чтобы он еще не утащил за собой другие страны и множество миллионов людей.